Украина никогда и никому не отдаст свои территории и не позволит переписать историю. Так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на подписание Путиным так называемых договоров о вступлении в состав России захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В ответ Украина подала заявку на членство Украины в Североатлантическом альянсе в ускоренном порядке. Вся территория нашего государства будет освобождена от этого врага. Россия это знает. Она спешит. Устраивает этот фарс и попытку аннексии. Пытается украсть то, что ей не положено. Хочет убийствами, издевательствами, шантажом и ложью переписать историю и перерисовать границы. Украина этого не допустит. Мы делаем свой главный шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО. В альянсе уже заявили, что не признают попытки аннексии России и украинских территорий. Глава НАТО Йенс Толпенберг назвал псевдореферендумы и попытку аннексии самой серьезной эскалацией с начала войны. Он подчеркнул, что блок всеми силами будет продолжать поддерживать Украину. Каждая демократическая страна имеет право вступить в альянс. Двери НАТО всегда открыты для новых членов. Но такие решения принимаются каждой из стран наших союзников. Решение о членстве будут принимать все 30 союзников альянса. Сейчас альянс сосредоточен на том, чтобы оказывать прямую поддержку Украине и помогать защищаться от российского вторжения. Это сейчас основная цель союзников НАТО. В ответ на попытку незаконной аннексии украинских территорий США ввели новый пакет санкций в отношении десятков физических и юридических лиц в России. В том числе против семьи Медведева и Мишустина. В Госдепартаменте пообещали использовать и другие инструменты, что привлечь Россию к ответственности. Президент США Джо Байден также заявил, что Штаты никогда не признают попытку аннексии украинских территорий. Я хочу четко заявить о том, что Соединенные Штаты никогда, никогда не признают претензии России на суверенную территорию Украины. Этот так называемый референдум был обманом, абсолютным обманом. Результаты сфабриковали в Москве. И истинная воля украинского народа проявляется каждый день, когда они жертвовали своими жизнями, чтобы спасти свой народ и сохранить независимость своей страны, а также защиту свободы. Нападение России на Украину в преследовании имперских амбиций Путина является вопиющим, вопиющим нарушением устава ООН и основных принципов суверенитета и территориальной целостности. Расширила санкции против России и Великобритании. В черный список попали глава Центробанка России и депутаты Госдумы. Премьер-министр Великобритании Лис Страс заявила, что Лондон никогда не признает украинские регионы частью России. И сделает все, чтобы Путин проиграл войне с Украиной. Британское правительство никогда не признает Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области ничем иным, кроме как территории Украины. Путин в очередной раз действует в нарушении международного права с явным пренебрежением к жизням украинских граждан, которых, как он утверждает, представляет. Великобритания никогда не будет игнорировать суверенную волю этих людей. Мы позаботимся о том, чтобы он проиграл эту незаконную войну. Лис Страс, премьер-министр Великобритании в интервью Sky News. Решение об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не имеет правового значения, заявили в ООН. Такого же мнения придерживаются и в Евросоюзе. Владимир Путин принял решение о незаконной аннексии России, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. И эта аннексия следует за фиктивными референдумами. Это опасная и безответственная эскалация, ядерная угроза остальному миру. Европейский Союз однозначно отвергает и осуждает эти незаконные аннексии и никогда не признает их, как не признал аннексию Крыма в 2014 году. Позиция ООН однозначно. Мы полностью привержены суверенитету, единству, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, согласно соответствующим резолюциям ООН. Хочу отметить, что так называемые референдумы на оккупированных территориях проводились во время активного вооруженного конфликта, на территориях российской оккупации и за пределами правового и конституционного поля Украины. Их нельзя назвать настоящим волеизъявлением народа. Антонио Гутерреш, генеральный секретарь ООН. Осудили попытку аннексии России оккупированных украинских территорий и министры иностранных дел стран Большой Семерки. И пообещали ввести новые санкции против Москвы. Речь идет о физических и юридических лицах внутри страны и за ее пределами, которые оказывают политическую или экономическую поддержку войне против Украины. Лада Цуркан для телеканала Freedom.